Меня зовут Шаруева Елена Александровна, я директор Матвеевской школы, родилась и выросла в селе Матвеевка. Я хочу рассказать о своей бабушке. Ее зовут Маргунова Ксения Терентьевна. Бабушка моя родилась в 1920 году в Слободке Чернятинской, Жмиринского района Винницкой области. Это Украина. Семья была многодетная, жили очень трудно. Отец ее был ветераном Первой мировой войны, пришел с фронта. Жили очень бедно. Очень тяжело пришлось в 1930-е годы. В 1932 году был страшный голод на Украине. Много детей умерло. Остались живых пятеро всего. Старшая сестра Мавра Терентьевна Маргунова, Прасковья Терентьевна, Антон Терентьевич, моя бабушка Ксения Терентьевна и самый младший был Яков Терентьевич. Его родственники, родственники отца бабушкиного, приехали на Дальний Восток. Им здесь очень понравилось. Они называли это место Зеленый Клин. Мама моей бабушки Авдотья Ивановна собрала оставшихся детей. И в 1941 году они все приехали на Дальний Восток. Поселились в селе Матвеевка. Сейчас там кафе Странник, а раньше была сопка. Вот на этой сопке в маленьком домике они обустроились. Так мечтали, что будут хорошо жить, что больше не будет голода. Дети все-таки уже достаточно взрослые были. Бабушке на тот момент уже был 21 год. Но не успели обустроиться как следует. Как началась в июне. В мае они, получается, приехали, а в июне уже началась война. В то время в Матвеевке был колхоз имени Крупской. Много было работы разной. На полях выращивали зерновые культуры, огородную, всякую продукцию. Птичий двор был большой. Разводили кур, уток, гусей. Своя пасека была. Был сад, где выращивали сливы, груши, смородину. Даже овец разводили. Была также молочная ферма. Вот моя бабушка, тогда еще молодая девушка, 21-летняя, маленького роста, хрупкая, худенькая, пошла работать на ферму. Там она и проработала до самой пенсии, до 1978 года. Трудная была работа. Но самое тяжелое время, это, конечно, было в военные годы. Работала она без выходных, без отпусков. Вставать приходилось в 4 часа утра, идти на ферму. Тогда еще не было никаких доильных аппаратов, никаких приспособлений. Все делали вручную. 20 коров группа. А когда кто-то не выйдет на работу, заболеет, то приходилось и по 40 коров выдаивать. А после работы их возили строить дорогу. Было даже такое, что под Волочаевку аж возили, железную дорогу там какую-то строили. То есть самые молодые годы пришлись на войну. Бабушка вспоминала, что в военные годы очень холодно было. Холодные зимы были, снежные. Ветер пронизывал, одежонка плохенькая. Ходили на ферму в резиновых сапогах зимой и летом. Летом тоже особого тепла не было. Дожди сильные шли. Половина урожая просто сгнивала от переизбытка влаги. Единственное, что как-то, наверное, радовало, что все-таки, переехав на Дальний Восток, они не попали на оккупированную территорию, не попали под немца, как тогда говорили. Потому что отец был коммунистом и председателем сельского совета. Фашисты расстреливали всех, кто имел какое-то отношение к коммунистам, к советской власти. И не пощадили бы, всю семью бы перестреляли, если бы не уехали. Сам отец еще до войны погиб при невыясненных обстоятельствах. Поэтому в семье остались женщины и двое мальчишек несовершеннолетних. На фронт их, естественно, не взяли. Радовало то, что все живы, все здоровы, все вместе удалось сохранить семью. Работали очень много, очень тяжело. Когда мужчины ушли на фронт, вся мужская работа легла на хрупкие женские плечики. Председатель колхоза, когда началась пассивная первая военная, решил создать женскую тракторную бригаду. Мне бабушка рассказывала, тогда очень популярна была Паша Ангелина. Вот он решил из колхозных девчонок молодых создать такую бригаду. Ну и мою бабушку тоже решил научить ездить на тракторе. Она рассказывала об этом с юмором, хохотала очень, как она села на трактор рядом с председателем, завела его и поехала по всем буграм, по всем оврагам и въехала в колхозный амбар. Председатель долго ругался, посидел бедный и отправил ее обратно на ферму. Она говорит, я так рада была. Побежала чуть ли не в припрыжку к своим коровкам. И вот всю войну так и проработала. И за доярку, и за скотника, и кормила своих коров, старалась дать им самое лучшее, старалась, чтобы надои были хорошие. Все для фронта, все для победы. И она как-то не считала, что она совершала какой-то подвиг или чем-то ожертвовала. Она говорила, что в то время все так жили. И ничего особенного не видела в своей вот этой работе. Это, наверное, мы нынешнее поколение понимаем, насколько это было тяжело. В 4 часа утра вставать и зимой, и летом. Какой тяжелый труд. Она ростом была, наверное, метр пятьдесят пять, худенькая. И таскала мешки с кормом, которые весили чуть ли не больше ее. Вот эти тяжеленные бетоны с молоком. И при этом умели как-то по-своему радоваться жизни. В редкие минуты отдыха пели. Бабушка очень хорошо пела. Такая веселая была. Всякие у нее шутки, всегда прибаутки были. Наверное, вот это и помогало выжить. Бабушка прожила очень большую жизнь. Она умерла в 2015 году. Ей было 95 лет. И до последнего вздоха она сохраняла такую твердую память. Все помнила. Что еще про нее рассказать? Уже два года почти как ее не стало. Мы ее помним. Храним ее награды. У нее очень много медалей. Орден, знак почета. Она ветеран труда. Сохранилась книга о передовых доярках Хабаровского края. Там собраны фотографии всех передовых доярок из совхоза имени Крупской. Только моя бабушка. Что еще сказать? Про награждения расскажите. У вас остались медали. Моя бабушка награждена тремя медалями ВДНХ. Золотой медалью, серебряной и бронзовой. В 1958 году. В конце 50-х она получила эти награды. Также она награждена юбилейным значком почетным к столетию Хабаровска. Медаль к столетию Владимира Ильича Ленина у нее есть. Медаль ветеран труда. Юбилейные медали к 50-летию Великой Победы. 60-летию Великой Победы. К сожалению, до 70-летия она немножко не дожила. Но самая большая награда – это, конечно, орден, знак почета. Бабушка была очень скромная. И медали она надевала только в момент награждения. И сколько я не пыталась ее уговорить, сделать парадный портрет, одеть все награды, так и не смогла ее уговорить. К сожалению, такого портрета у нас нет. Но мы храним награды, храним этот альбом, фотографии ее. Это теперь наша семейная реликвия и предмет гордости. Хотя, конечно, не все сохранилось в хорошем состоянии, потому что бабушка давала внукам поиграть медалями. Но мы помним, мы гордимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!